Слабовидящих и незрячих людей в Алматы обучают компьютерной грамотности и работе со смартфонами. Эти курсы абсолютно бесплатно, благодаря поддержке компании Байрсдорф Евразия. А совсем скоро будут организованы еще и уроки по написанию музыки. Подробнее расскажет Айгуль Мухаммедова. Второй год компания Байрсдорф Евразия совместно с обществом Красного полумесяца Казахстана бесплатно обучает слабовидящих людей работе на компьютерах и смартфонах. Это стало возможным благодаря вырученным средствам с продажи продукции «Нивея». Вся линейка представлена в сети магазинов «Смол». Каждые 30 тенге с продажей нашей продукции идут на помощь людям с проблемами по зрению. А именно, мы помогаем им освоить навыки работы с гаджетами. Этот проект позволяет им найти работу, социализироваться в обществе и жить полноценной жизнью. А некоторые ученики после прохождения курсов и сами становятся преподавателями. Виктория Бодовская когда-то была вынуждена оставить учебу в УЗИ. Девушка не умела пользоваться гаджетами. Но после трехмесячных курсов здесь она освоила все навыки и теперь передает знания другим. У нас был ученик, он после аварии, у него была мозговая травма, вот, и он вообще ничего не мог. И вот для него это реально стало продвижением. Он смог сам звонить, сам, допустим, для себя на ютубе видео запускать, дома смотреть. Он уже не просто сидел в четырех стенах. Многие просто сидят в четырех стенах и такие, типа, ну жизнь кончилась, я не вижу. А сейчас они осваивают телефон, осваивают ноутбуки, они могут общаться. Они пользуются теми же самыми навигаторами, чтобы ходить по городу. Обучение проходит при помощи скринридера. Программа читает и озвучивает весь текст с экрана. А совсем скоро слабовидящих алматинцев будут учить писать музыку и даже озвучивать аудиокниги. Мы включили компонент новый в обучение, потому что есть запрос от учеников на умение работать с музыкой. Потому что это очень важно сейчас, это очень востребовано, и молодежь хочет работать. Вот умение записывать аудио, материалы какие-то, цифровизация этой музыки. В Алматы около двух тысяч слабовидящих и незрячих, и любой из них по достижению совершеннолетия может записаться на курсы по компьютерной грамотности. Редактор субтитров А.Семкин